Уже в преддверии старта марафона рек волонтеры, сотрудники самарских предприятий, очищали берега реки Самары в районе Кировского моста, берег Татьянки в Куйбышевском районе, берег Волги, озера и пруды, расположенные в городе. Администрация Самары организует такие акции и поддерживает активистов в их стремлении освободить речные берега от мусора. Впереди летний сезон, и отдых жителей должен протекать с комфортом и в чистоте, в том числе и за Волгой. Мы очень рады, что сегодня у нас собралось столько неравнодушных жителей, которые понимают, что экологическое состояние, сохранение наших природных ресурсов, это является значимой составляющей нашей повседневной жизни. На этот раз масштабная акция была организована в загородном парке при содействии правительства Самарской области, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и с оказанием содействия со стороны городской администрации. Перед началом очистки прибрежной зоны под загородным парком состоялось торжественное открытие мероприятия, посвященного марафону рек и Дню Волги, с фотозоной, мастер-классами и эко-квестами. Затем активисты, которые объединились в волонтерские команды, в общей сложности несколько сотен человек, приступили к уборке мусора, двигались в две стороны – к спуску Советской Армии и к третьей просеке. Основная ее цель – все-таки не набрать как можно больше количества мусора, а, во-первых, вовлечь население в экологическую повестку, которая является одной из наиболее актуальных в нашей стране, потому что ее основная цель – создать комфортные условия для проживания граждан. И участвуя в этой акции, не столько важен вклад, сколько ты именно отходов соберешь, а важно то, что, поучаствовав в такой акции, ни один из участников акции больше не оставит за собой мусор, находясь на природе. Экологическую акцию поддержали и спортсмены, и серебряные призеры Олимпийских игр в Токио, фехтовальщики на рапирах Антона Кирилл Бородачева и трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова. Мы с удовольствием принимаем участие в активных мероприятиях нашего города, и сегодня мы здесь, чтобы провести зарядку для участников этого мероприятия. Для поощрения самых активных участников акции предусмотрели конкурсную программу с начислением баллов и вручением призов. За первое командное место – водная прогулка на Сапах вдоль Волги, за второе – сумки-холодильники, за третье место – экологичные сумки-шоперы, которые могут использоваться в повседневной жизни. Помимо этого, акции прошли на Самарской набережной, в районе пляжа, где вода уже сошла, а также в локации, где сок впадает в Волгу, в Красноглинском районе. Помогали в проведении эко-акции представители районной администрации. Всего за уборку было собрано 60 мешков мусора. Это около тонны. Сегодня же этот мусор будет вывезен департаментом городского хозяйства и экологии и утилизирован на полигоне. В Управлении охраны окружающей среды профильного городского департамента заверяют, что на утилизации используют полигоны, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов. Убирают и Волжские острова. По муниципальному контракту там также ведется работа по уборке территории и установке контейнерных площадок на летний сезон. И волонтеры, и просто отдыхающие приглашаются к участию в будущих эко-акциях в рекреационных зонах. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.